Вечер в хату, короче, в одном из прошлых видосов я сказал, что я очень много чем увлекался в детстве, точнее, ну не прям в детстве, а пару лет назад, потому что я до сих пор еще, мне кажется, в детстве, я очень маленький Я спросил, ходите ли вы в видео про мои старые хобби, про мои старые увлечения, и было, конечно, немного комментариев, но было достаточно комментариев, и люди написали, что им интересно узнать, чем я вообще увлекался, чем я занимался раньше Давайте я вам расскажу, вообще покажу одно из моих самых больших, таких глобальных увлечений из детства Они все вот эти вот увлечения, точнее, этого увлечения поместилось всего лишь в одну такую небольшую коробочку, и это, вы уже поняли по названию, блокноты ручной работы И на самом деле это самое, наверное, интересное, чем я занимался, потому что это было очень долго, это был самый, наверное, такой большой период Если не считать рисование, наверное, это был такой самый длинный, самый масштабный период моего творчества, что я делал помимо рисования Это были блокноты ручной работы, потому что я много чем занимался, я еще сниму, если вам понравится Вообще, они все очень старые Точнее, им, я не знаю, им лет 5, наверное Тут где-то были даты написаны Это такие вот небольшие блокнотики Очень красивые блокнотики И вообще, я даже сейчас на некоторые блокноты смотрю И мне кажется, что я их где-то купил Потому что это нереально было сделать своими руками Особенно моими руками Потому что обычно все, что я делаю, получается очень стрёмно, очень криво Но тут есть такие блокноты, которые прям очень крутые Я даже сам не ожидаю до сих пор, что я мог это сделать И вообще, с чего это началось? Это началось, наверное, с того, что я просто в один прекрасный день Зашел на YouTube И мне в рекомендациях YouTube попалось какое-то видео Потом попалось какое-то видео иностранного художника Иностранного блогера, который делал скетчбук Или просто блокнот Своими руками там показывались, как сшить этот переплет Там делали вот такие вот толстенные книги Я не знаю, зачем их делали Я не знаю, зачем, но я это видео посмотрел Я посмотрел очень много видосов Я делал очень много блокнотов, которые не получались Я перевел очень много бумаги Вот, и я помню, что это был Это был самый первый блокнот, который я сделал И, ну, самый первый блокнот из таких, которые более-менее масштабные Которые более-менее получились, которые я сделал Я посмотрел кучу таких видосов И понял, что мне нужно купить Какие материалы мне нужны И пошел в магазин, скупил все, что нужно было Я потом в итоге понял, что очень многого не нужно было покупать Он в твердой обложке, это очень дорого, очень классно Этот картон для обложки стоил неимоверных денег Я помню, что я зашел, говорю, дайте мне картон для обложки Я думал, он бесплатно вообще дается, типа коробка какая-то А он стоил очень дофига, я тогда думаю, ого, откуда столько денег Вот, но я в итоге его купил и сделал первый блокнот Вот, можно заметить, что он получился очень стремным Потому что тут все повело, поехало И я увидел, что там нужно какой-то бинт прикладывать к корешку Чтобы он был более плотный Короче, тут просвечивается этот бинт Я налил очень много клей, его весь повело волнами Так не должно быть, это был первый блин комом, так сказать Для первого блокнота очень даже неплохо И типа, если он просто стоит так вот на полочке Типа, вообще прям идеально выглядит Но если его открыть, то, конечно же, очень страшно И хочется быстрее его закрыть Следующим шагом я забил на это все дело Потому что я еще это взял в школу Показал там кому-то в школе, с меня посмеялись Типа, вот, ты делаешь блокноты, нахера Иди лучше пей за гаражи Вот такая вот у нас жизнь Вот, и я понял, типа, ну да, зачем я их делаю Но я тогда остановился Но потом я подумал, что, блин, это очень классно Я хочу делать блокноты В итоге какая-то девочка с класса у меня даже попросила сделать ей блокнот на заказ Я его сделал, ей очень понравилось Я не знаю, может быть, ей не понравилось Вот, но она сказала, что ей очень понравилось Мне тоже очень понравилось Вот, поэтому очень классный блокнот у меня получился И я опять начал их делать Я их делал не на заказ Я их просто делал для себя Потому что они нафиг никому не сдались Я пытался их продавать, но кому мне их продавать, я ни с кем не общаюсь Потом для меня открылся очень шикарный мир скрабукинга, я нашел блогеров, каких-то мамочек, которые сидят в декрете, раньше это было прям очень модно, сейчас я не знаю, короче, мамки всякие сидят в декрете и занимаются скрабукингом, они там делают всякие разные альбомчики для фотографий, короче, разную всякую херню они делают, я их насмотрелся, подумал, типа, я тоже сижу дома, ничего не делаю, у меня нет ребенка, я не в декрете, но я тоже хочу делать блокноты, альбомчики, и тогда пошли вот такие вот альбомы с фотографиями, по сути, это тоже блокноты ручной работы, только в них не рисунки, а фотографии, я не буду показывать фотографии, которые там получились, потому что это кринж какой-то, тут написана дата 22 апреля 2017 год, вот, я помню, там был какой-то конкурс, нужно было, типа, выбрать два дня из своей жизни и фотографировать эти два дня, там, каждую секунду фотографировать, потом сделать такой альбомчик с фотографиями за эти два дня, вот, тут есть какие-то мои фотографии 5 лет назад, это очень давно, если так подумать, он весь немного разваливается от времени, потому что я брал, конечно же, самые дешевые материалы, он выглядит очень круто, я даже когда сейчас его нашел в коробке, я сначала не поверил, что вообще я его сам сделал, потому что это было очень необычно, я даже тут вышивал на машинке швейное что-то, прошивал этот блокнот на машинке швейной по кругу, короче, очень много всего я делал, вот, также у меня есть такой блокнот-скетчбук, это был, наверное, самый первый скетчбук, который я сделал своими руками в виде блокнота, который с твертой обложкой, Он был на резинке, но со временем прошло лет 5, наверное, даже больше, лет 6 И эта резинка просто стала как веревочка Это скетчбук, тут очень плотная бумага Я еще могу снять 500 тысяч видосов, как делать скетчбуки своими руками Потому что я знаю миллиард способов, как их сделать Вот, вообще, наверное, таким никто не занимается из мальчиков Но я не знаю, мне очень интересно, что ты делаешь своими руками И меня особо не волнует Там это мужское занятие, не мужское, абсолютно пофиг Я делаю, мне нравится, и на этом спасибо Дальше пошли такие блокноты Это типа просто обложка Внутри такие резинки, в которые ты туда вставляешь тетрадочки Эти можно покупать тетрадки, можно делать самому такие тетрадочки У меня был такой самый первый блокнот, который я сделал в таком стиле Попью водички, так много болтаю Короче, я взял старые мамины сапоги Я разрезал сапог Я отодрал оттуда кожу, это были кожаные сапоги И из кожаного сапога я сделал обложку для блокнота Это просто какой-то был кринж Потому что мама была в ахере Я был в ахере, потому что мама мне разрешила это сделать Я тут, короче, писал, когда что-то происходило Я это красиво оформлял Записывал даты Обалдеть, надо перечитать Вспомнить вообще, как я жил Тут даже была какая-то поездка в Польшу Какие-то билетики с автобусов Кто же знал, что я буду жить потом в Польше? Никто не знал Даже я тогда не догадывался В следующей стадии моих этих блокнотов Пошли скетчбуки Потому что я начал очень много рисовать Это вот такие вот простые блокноты Это просто листы пополам В центре скрепочка И пошел, поехал рисовать Я их просто делал почти каждый день Новый блокнот Я не знаю зачем Я в них почти никогда не рисовал Дофига пустых блокнотов лежит И на самом деле было бы прикольно Их как-нибудь разыграть, может быть, в конкурсе Поэтому, если вы хотите какой-нибудь Пустой блокнот от меня Напишите в комментариях Напишите много комментариев Поставьте лайк на это видео И, возможно, если будет много лайков Много просмотров Я разыграю какой-нибудь блокнот Прошло просто пять лет И ты вот достаешь Смотришь И ты вот, во-первых, ты в афиге от того Что происходило раньше В афиге от того, что ты это сделал своими руками Короче, это очень необычно И вообще На самом деле я даже забыл, что я это делал Но это выглядит очень классно Еще был очень такой прям ключевой момент Который меня подтолкнул дальше и дальше Делать эти блокноты Это то, что, короче, происходил Проходил какой-то конкурс Там, где нужно было сделать блокнот своими руками Типа с фотографиями Тоже альбомчик для фотографий Нужно было снять процесс, как ты его делаешь Ну, не на видео Прям весь процесс А просто сделать фотографии в процессе Потом сделать крутую идею Придумать крутой блокнот Выложить его в инстаграме Сделать хэштеги Отметить ту бабу, которая проводила конкурс С 1 декабря вроде был Тогда был Новый год Это был новогодний конкурс Я тогда придумал супер-классную идею И этой идеей В итоге я и выиграл этот конкурс Потому что потом эта женщина записывала видос Просто там участвовали женщины, у которых 5 детей И я такой мальчик, которому было 12 лет, наверное Будет прозрачная обложка То есть вот такой блокнот с прозрачной обложкой На обложке наклеены какие-то узорчики А дальше идет блокнот Вот идея зацепила эту женщину В итоге я выиграл в конкурсе И было очень классно Я тогда, помню, выиграл сертификат на 1000 российских рублей В каком-то магазине для творчества И бесплатную доставку В итоге я из России заказал себе много всякой фигни для блокнотов И мне это все прислали Я тогда даже не верил, что я выиграл Потому что это был такой, наверное, момент Самый первый блокнот, который я делал для конкурса Я вообще не ожидал, что можно выиграть Я думал, там все куплено, все подставлено И я выигрываю в конкурсе Я думаю, обалдеть Я сначала даже не поверил Я скинул маме Она посмотрела тоже пять раз Я посмотрел пять раз В итоге мы убедились, что я реально выиграл Больше нечем особо было заниматься И очень приятно, когда что-то делаешь И это приносит тебе какие-то эмоции Приносит тебе результаты Все мое творчество Можете заметить, что я делаю не прям суперпрофессиональное Что-то прям суперкрасивое, что претендует на мировое искусство Я делаю это просто ради эмоций И даже не всегда нравится результат Потому что вот я получил какие-то эмоции Я пропитался эмоциями, пока рисую что-то Пока вот делал блокноты И все, мне наполнилось все эмоциями И можно как бы выкидывать это все Наверное, это все, что я хотел рассказать про блокноты Потому что они закончились Вот И я закончил, делал блокноты И перешел на новый этап своего творчества О котором я расскажу в одном из следующих видосов Если вам понравится такая рубрика на моем канале Где я рассказываю про свои творческие начинания Творческие концы Вот, поэтому если вам понравилось То поставьте лайк либо дизлайк Поделитесь видео с друзьями Подпишитесь на канал Пишите много комментариев О чем бы вы еще хотели расслушать Послушать видео И всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok